В Чувашии участились случаи дачных и лесных травм глаз. Причины самые разные, от попадания инородных предметов до химических ожогов. К счастью, в регионе достаточно возможностей для оказания высокотехнологичной помощи. К примеру, в Республиканской офтальмологической больнице выполняют операции на глазах по мировым стандартам. Рефат Фаткулин подробнее. На приеме у главного врача 15-летний Егор Никитин. Неделю назад он помогал дедушке с ремонтом бани. Дачные хлопоты едва не закончились потерей зрения. В глаз Егора попал кусок гвоздя. Последствия бытовой травмы могли быть плачевными. А Калина застряла глубоко. Однако медикам удалось спасти глаз. Огромное хочу спасибо сказать им, что они нас не бросили, помогли. Все, что могли, сделали. Ой, меня до сих пор трясет. Главное – оптимизм, наверное, да, и соблюдение техники безопасности. Чуть-то надо на чужих ошибках как-то. Лучшая профилактика летних травм – внимание, осторожность и соблюдение правил техники безопасности. Ведь зачастую пренебрежение элементарными вещами приводит к большим неприятностям. Чудо-комбайн, который творит чудеса за 10-20 минут. Офтальмологические операции проводятся под электронным микроскопом или, называя по-другому, с применением PRP-технологии. Сюда же интегрирована видеокамера. Чувашские медики утверждают, современное оборудование возвращает зрение даже тем, кто когда-то не мог надеяться на это. Речь идет о сложных травмах, при которых серьезно повреждается структура глаза. Только с начала лета в приемное отделение офтальмологической больницы за экстренной помощью обратились полторы тысячи человек. Среди них примерно 150 – дети. Мы имеем кабинет неотложной экстренной помощи работающей круглосуточной. Бригады врачей, хирургов, анестезиологов, ренематологов, медицинских сестер дежурят круглосуточно. Но, соответственно, помощь оказывается в любой день, в любой, так сказать, сейчас и оказывается на самом высоком уровне. Надо отметить, что за последние годы количество травм, особенно у детей, резко возросло. Поэтому очень хотелось бы обратиться к родителям, к всем нашим жителям Чувашской республики, постараться не допускать, минимизировать риск травм глаза, потому что глаз – это очень нежная, очень такая трепетная структура. Однако, несмотря на высокий профессионализм врачей, в больницу лучше не попадать. Для этого нужно немного ответственнее относиться к собственному здоровью и здоровью своих близких. Родителям вполне под силу разъяснить правила, которых стоит придерживаться, дабы не омрачить себе счастливое время каникул. Рифат Фадкулин, Борис Андреев, Республика.